Более сорока лет назад в Москве была создана постоянно действующая сельскохозяйственная выставка. С годами она превратилась в уникальный научно-информационный комплекс. Выставку достижений народного хозяйства СССР. Со всей страны поступают на выставку все новое, самое передовое, что создано в различных отраслях народного хозяйства. На всесоюзную доску почета занесены лучшие из лучших. Рабочие и руководители предприятий, заводы и колхозы. 100 тысяч победителей соревнований ежегодно награждаются дипломами и медалями выставки. Опыт лучших становится достоянием всех. В 78 павильонах представлены высшие достижения советской науки и техники. 100 тысяч постоянно обновляющихся экспонатов отражают поступь технического прогресса. Космическая программа, осуществляемая Советским Союзом в Содружестве с социалистическими странами, находит свое отражение в экспозиции павильона «Космос». В связи с 30-летием Совета экономической взаимопомощи открыта выставка «Мирный атом в странах социализма». Ее девиз «Атом миру» — «Наука человеку». Не только показать достижения, но и научить передовым методам работы — вот одна из задач, которую решает выставка. Здесь своим опытом делятся те, кто сами добились высоких производственных результатов. Выставку достижений народного хозяйства СССР справедливо называют «Академией передового опыта». Около 6 тысяч мероприятий проводятся здесь ежегодно для повышения квалификации специалистов. Разнообразная и культурно-развлекательная программа выставки. Здесь работают аттракционы, выступают эстрадные коллективы, ансамбли профессиональных артистов и участники художественной самодеятельности. Выставка — любимое место отдыха москвичей и гостей столицы. Здесь царит атмосфера труда и дружбы. Главная площадь выставки достижений народного хозяйства СССР так и названа — «Дружба народов».